Девушка Хоста символизирует быструю местную реку. Эта скульптурная композиция появилась в самом живописном уголке Сочи к столетию курортного поселка. Ее автор, известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов и архитектор Александр Тарасов в день города получили благодарственные письма главы курорта. Граждане города ставят памятник. Граждане города должны за него быть ответственны и следить за ним, потому что это их состояние, достояние, так сказать, это их история. Авторы скульптуры искренне рады, что их творение к празднику получило второе рождение. Теперь здесь новые фонтаны, благоустроенное место для отдыха и сама скульптура капитально отреставрирована. Она расположена напротив кинотеатра Лоч, где традиционно хостинцы отмечают все праздники. В этот день активистов района лично поздравлял и награждал глава города. Самое большое богатство нашего города, самое большое богатство нашего района – это вы, наши горожане. И я вам благодарен за то, что вместе мы идем к счастливому будущему, полному пониманию этого слова. С праздником! С Днем города вас! А в это время адлерцы на набережной пляжа Чайка стали участниками открытия необычного сквера желаний. Каждый житель адлера пишет свои пожелания для города, то, что он хочет видеть в своем городе и оставляет нам в этом аквариуме. Глава города, прибывший посмотреть, как в этом районе проходят праздничные мероприятия, озвучил свое пожелание. Желаю, чтобы набережная пляжа Чайка была освобождена от построек и расширена не менее чем на 10 метров. Открыв скульптуру «Золотая рыбка», которая по легенде и должна исполнять желания жителей адлера и гостей курорта, все же настоящим волшебником был назначен глава адлерского района, организовавший накануне по инициативе Анатолия Пахомова закладку «Новые рощи». Силами жителей адлерского района было высажено 500 эвкалиптов, в том числе 178 эвкалиптов было посажено на Нижнеемеритинской низменности вдоль Олимпийской набережной. Изменился и сквер Бестунжево. Здесь появилось новое место для фотосессий. Цветочная композиция, открытая книга под названием «Сочи». Оно действительно будет одним из любимых мест наших туристов, ну и наших жителей, конечно, и вас. Но самое главное, это все нужно сохранять и приумножать. А кто это должен делать? Ну и правильно, мы. Повсюду детские аттракционы. Есть рядом и скейт-парк, и площадка для воркаута. Подросткам и молодежи есть, где и в будни, и в праздники заниматься. А вот взрослые решили поделиться с ребятами частичкой своего детства. Мы в детстве играли в эти игры классики и решили детям показать, как можно провести свободное время. А на площади около районной администрации развернулись настоящие гуляния с караваем, чаем, блинами, пирожками, вареньем. Здесь и выставка казачьего оружия, и много детских творческих работ. Веселились адлерцы от души. Когда еще как ни в день города всем собраться на одной площади и под национальной мелодией объединиться в танце. Елена Афсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ